Прощай Дорога 4 часа И простите меня, люди, скептики, те, кто говорит, что нету драйва, нету экшена в кадре Да, нету, но мне хочется поделиться с вами какой-то информацией Единственный промежуток времени, который я могу потратить на то, чтобы посидеть перед камерой и рассказать вам что-то Это дорога Потому что некоторые блогеры создают уютную атмосферу у себя дома Создают какие-то студии, записывают для вас информацию, которую вы ищете Но в данный момент времени у меня есть возможность в течение трех часов с вами пообщаться Рассказать вам что-то полезное о дороге Или просто поделиться какой-то информацией, которую я знаю Вот, так что смотрите Я думаю, что каждый почерпнет что-то интересное для себя в этом ролике Итак, друзья, сейчас я вам покажу и расскажу Чем отличается Эмират Дубай от Абу-Даби в части дорог Если вам видно Я стараюсь показывать именно цвет полосы Дорога в Абу-Даби практически вся Красная Я не знаю, что за асфальт или добавка Но она красного цвета Красного цвета Зеленое насаждение, как вы видите, вот так Вот с этой стороны, как правило, очень часто и с этой стороны Заправочная станция Хороший вид сверху сейчас открывается Как я повторю еще раз Как вы видите, здесь слева и справа Очень узеленяют именно регион Абу-Даби И он отличается от всех остальных Именно по центру, только в Абу-Даби У зеленения идет дорог По краям, конечно же, практически во всех Эмиратах Ну, что касается дальних, типа Фуджейры или Рассерхайм Они вообще не используют зеленение Может быть, со временем, но сейчас пока там просто пустыня Вот, которая открывает виды Дальние виды и подстранства Обзор И там можно заметить, как ходят верблюды Дикие животные Именно вот в этих Эмиратах По дороге на Рассерхайм И по дороге на Фуджейры Хочу еще показать цвет песков Песок пляжный и песок пустыни Отличаются от разных территориальных мест И многие-многие замечают то, что в Арабских Эмиратах он красного цвета Местами, конечно, просто желтый Насыщенно желтый Вот, но в основном В основном какие-то такие именно места, где он не тронут человеком, не перекопан Он такой глиняно-красный Что касается дорог Дороги в Эмиратах вообще очень хорошие Все рассчитаны на использование дорогих автомобилей На использование спорткаров Где-то корни, где-то именно движение песка Создаются дырочки, дырочки в асфальте заделываются своевременно Но все равно встречаются Потому будьте осторожны во время движения Даже на больших скоростях Здесь мне сказали, допустимо, 130-140 Едь, не волнуйся Но нет смысла Мне кажется, нет смысла Потому что 120 км и 140 км в час Разница там в 5-10 минут Пускай Но опасность получения штрафа И напряжение во время езды Ну и в принципе расход топлива неэффективен Что касается штрафов То минимальный штраф за превышение скорости 600 дирхам 600 дирхам это порядка 180 долларов Считайте сами Это минимальный штраф Если вы превысили скорость Которая указана На радарах То есть это где-то Допустимо Максимум 140 Или, например Если 80 до 95 Если не ошибаюсь 96 Не превышайте больше Вот Но до этой скорости В принципе можете ехать Немножко превысив Допустимую по знакам Вот посмотрите Слева радар И я хочу рассказать Немножечко По именно использованию Электроэнергии На дорогах И подсветке знаков Вот справа Посмотрите Тоже сейчас будет Знак На котором маленькая Подсвеченная Маленькими фонарями Небольшими Да И сверху Такие Солнечные батареи Их иногда не видно Иногда видно Иногда они спрятаны Где-то в стороне Но практически всегда Арабские Эмираты Вот посмотрите Да Вот Стараются использовать Солнечную энергию Для того Чтобы С хорошим КПД Использовать То что у них В испытке Я понимаю Что конечно Сейчас И в наших странах Идет Такая Экономика Экономия Электроэнергии Не ведутся Провода Все как бы Локально Но из-за того Что страна Очень молодая Они берут Лучшее со всех И используют В своих целях Потому Те кто Например Работают в сфере Дорог Кто работает В сфере Архитектуры Строительства Те кто просто Хотят Чему-то Научиться Именно Повысить Какую-то Квалификацию Приезжайте Просто посмотрите Именно что Любопытно вам Здесь Есть чему Поучиться Какой опыт Перенять И Есть много Чего интересного Просто хотя бы На короткий промежуток Времени Я вам хотел Рассказать Про то Что если вы Пересекаете Полосы Вот таким Вот образом Сейчас Покажу В общем-то Еле слышно Но Здесь вот Более слышно Если вы Съезжать Будете Путаться Да Я думаю Что вы Слышали Такие металлические Штучки Квадратики Которые Находятся По краям Дороги Очень Плотно Прикреплены К асфальту И между полосами Между полосами Они Вот Еще раз Радар Чуть-чуть Приостановимся Вот Между полосами Дорог Они Не так Насыщены Но все равно Когда вы Пересекаете Полосы То Будет Слышно Как вы Наезжаете На этот Металлический Квадратик Это сделано Для того Чтобы Немножко Пробудить Вас То что Вы Не едете Прямо Возможно Просто из-за того Что дорога Дальняя Вы можете Уснуть Немножко Потерять Вдительность Вот Вечерами Вот эти квадраты Которые находятся По краям Дорог Они еще Имеют Цветоотражение И Подсвечены Немного Ну Так В принципе Полосы Периодически Покрасят Приведут В порядок Ну Как я и говорил Что Озеленение Идет Глобальное Везде Из-за этого Даже может быть Немножко Менеется Климат Вот Чаще Начинают Ити Дожди Что Касается Именно Такого Сезона Дождей То В основном Он такой Самый Насыщенный По влажности Период Это По Осад Касаем Это Где-то С Февраля С Середины Января По Апрель Там Может Чуть ли не Каждую Неделю Чуть ли не Каждый Третий День Идти Хоть Короткий Но Дождик Третий Некоторые Одесса Тем Что Находится В Арабских Эмиратах Избытки Это Песок Там Сверху Такие Клапаны Они Открываются И засыпаются Туда Песок Становится Просто Неподъемными В очень плотном Находится сближение Вот желтенькие Вот И я хотел вам дорассказать о том Что сверху В таких участках дороги Где требуется максимальная Стабилизация вот этих Пластиковых боксов Кроме песка который насыпан внутри Еще укрепляют И мешками сверху То есть кладут именно такие тяжелые мешки С песком или камнями Вот вы их наблюдаете сейчас Вот это эффективно Хочу сказать это эффективно Удобно работает Так что вот И вот Радары Почему то два прям друг за другом Сейчас по дороге Я заехал на заправку И два приятных Момента это я Люблю то что Здесь вот чистят окна Вот посмотрите У меня уже окошечко Чистое Это все происходит бесплатно Пока заправляется ваш бак Они чистят окна Именно такими Скрипками Все что надо для стекол Вот И ну конечно Ждут какого-то бонуса В виде вознаграждения денежного Ну а так это вообще как бы сервис бесплатный Я как правило Плачу Два Дзерхама Три В зависимости от того Какой человек И как он это делает Вот И второй положительный момент для меня Это то что я Купил сок Вот такой вот сок Я купил В магазине Мне нравится вот этот вот Грин Мультифрукт Чем Здесь вообще все соки Очень хорошие Но именно этот Мне нравится тем Что он Ну Освежает Он не сладкий Он не кислый И Достаточно большое количество Витамина С В общем-то Если будете в Арабских Эмиратах Я буду вам периодически Говорить о разных соках Об их цене И все прочее Вот в данном случае Вот этот вот Грин Коктейль Нектар Стал По цене Мне Сейчас скажу Сколько здесь миллилитров Я первый раз такое Пьем Покупаю 0,5 Он мне встал В сумму Три дирхама То есть Это Доллар Так что вот Продолжаем Путь Вот еще Один момент О котором я хотел сказать Это Вот эти вот Фонари Которые находятся Над нами Сейчас высоко В воздухе И Они Как бы Имеют Шесть элементов Подсветки И Только в Абу-Даби На территории Возле города Именно такое Насыщение Этих ламп А в остальных местах И в том числе В Дубае По-моему Их три Сейчас будем проезжать И посмотрим Это еще один момент Из-за которого Отличается Дорога В Эмирате Абу-Даби И дорога В регионе Дубай Но я обещал Вам рассказывать В каждом блоге О погоде По возможности О погоде В день Когда я Снимаю это видео Сейчас За окном 12 30 Дня И Сегодня у нас 16 декабря 2014 год И Вы можете Видеть небо Которое Очень симпатичное Конечно же Потому что Здесь бывает Либо Только Белое небо Либо только Голубое Но вот эти облака Хоть и перьевые Но очень интересные Сейчас Делаю чуть-чуть Потише радио Вот За окном 28 градусов И Погода Жаркая Погода жаркая Тепло Если вы Оденете что-то Поверх Коротких Рукавов Поверх Рубашки Или майки То вам Конечно же Будет жарко Вечерами После 5 часов Холодно Становится Надо Что-то брать С собой И там Деветрено Оно Очень промозгло Воду я Вчера Попробовал Как вы видели На видео Это было Прохладно И просто Не знаю На самом деле Какая температура Была воды Но когда я Зашел ногами Сразу было резко Холодно Вот дорога На Дубай Знак И Если вы приезжаете На отдых То конечно же Старайтесь Все-таки Как-то Нивелировать Вот этот Ценовой диапазон Цена Качество Отдыха Сейчас Переменная Температура И Холодная Вода Но Наверное Немножко Подешевле Цены На Билеты На Транспорт На Самолеты На Проживание Вы уже Тут смотрите Сами Я советчиком Не буду Я сам Часто Ездил В Египет Только Зимой Только в Зимний промежуток Времени Для того Чтобы окунуться В теплую атмосферу После зимы И Здесь конечно же Я всегда Смотрел на Цена И качество Отдыха То есть Я брал Более длительный Промежуток Времени Нахождения За границей И За счет этого Я спокойно Мог отдохнуть И поймать Хорошую погоду Что и вам Рекомендую То есть Если вы прилетаете В Дубай В Шаржу Или в какой-то Из Эмиратов На отдых В зимний промежуток Времени Смотрите Первое На цену Ту которую Вам выставляет Туроператор Чтобы она была В принципе Для вас Допустимой И второй момент Это конечно же Берите на более Длительный промежуток Времени Если вам позволяет График работы Отдохнуть Более длительный промежуток Времени Берите на более Длительный Отпуск Себе Ну конечно Не на сам Новый год Цены поднимаются На сам Новый год Причем Нереально Поднимаются И на Проживание Съемное И на отели Так что Моя рекомендация Вам Была Я надеюсь Услышана Понята Если будут вопросы Пишите Хочу вам визуально Показать То о чем я говорил Красная дорога Шести Световые фонари Озеленение В центре И это Абудаби Сейчас мы Пересекаем Дубай И Абудаби Вы можете Смотреть Как меняется Цвет дороги Оп Пересекли Двойные фонари Двойные фонари На дороге Темный асфальт И нету Зеленения Вот с таким Видом На очередную Мечеть Я прекращаю Снимать Это видео Надеюсь Вам было интересно Если есть Вопросы Пишите в комментариях В социальных Сетях Следите за новостями Оставайтесь С нами Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok